мур привет друг это зверько и обзор предметов в обновлении 1382 для начала хочу поправиться по поводу масок оказывается описание на английском языке неверное вот как это работает ты покупаешь маску и если поблизости ей союзник опыт и золото скрипов достаются ему также работает и на лесных монстрах а опыт и голда с черепахи лорда и героев начисляются по стандартной схеме тогда получается маски подходят для героя поддержки для танка который фармит союзнику и для роумера гангера который пробегая по линии не будет забирать опыту союзника если союзника рядом нет то опыт получаешь ты сам но есть нюанс если на линии 2 особо одаренных купят по маске то опыт и голда будут просто пропадать когда они рядом и вдвоем возможно это пофиксится временем но если нет то будут такие хохмы с теми кто не разбирается в механике и не смотрит обзоры изменения стандартных предметов убрали бастион отваги волшебные сапоги и свиток душ бессмертие будет защищать не от магии от физической атаки добавят плюс 40 физ защиты маг защиту уберут проклятый шлем будет давать 1200 хп но меньше защиты от магии вместо 50 будет 25 резиста райское перо подешевел аж на 200 золотых вот заскта обрадуется смертельный клинок стал дешевле и потерял в показателях атака теперь 50 была 65 бонус к скорости атаки был 20 процентов теперь 15 процентов от сна 1500 золотых его включили в сборку нового предмета трезубца трезубец стоит 2200 золота дает плюс 70 физической атаки и плюс 25 процентов скорости пассивка как у смертельного клинка обрезает входящие исцеления на 50 процентов священный кристалл ранее давал плюс 25 процентов маг атаки а теперь это возрастающий от уровня показателя от 21 до 35 процентов по сути это баф предмета переработали клинок семи морей срезали атаку до 65 а здоровье до 250 вместо срезания брони он теперь дает пробитие на 15 и если не наносить урон и не получать его в течение пяти секунд следующая базовая атака нанесет на сто процентов больше урона по сути это двойной удар но крит не срабатывает на этот урон а исцеление топора ярости дает то есть этот урон засчитывается как урон навыкам также как у охотника на демонов предмет подойдет героям которые усиливают свою базовую атаку например чу лапу-лапу а у алдоса большой урон идет от навыка и этот предмет не особо-то подойдет а вот наталья до смазка и оглушение ух после вновы она будет доставать добавили вкладку книга снаряжения полезно для новичков посмотреть что из чего собирается и что делает переходим к листным предметам мочете хищника теперь наносит дополнительный чистый урон и замедляют противника автоатаки перезаряжают эту способность убийца зверей когда герою наносится урон свыше десяти процентов хп окружающие противники получают урон магии звездный осколок за убийство или ассист в убийстве наш герой исцеляется на десять процентов вот такие изменения предметов ожидаются напиши в комментариях что думаешь по этому поводу если видео тебе понравилось то подписывайся на канал делись им с друзьями и ставь свою чудесную лапку удачи друг